Возможно, в скором времени самую уязвимую часть северян, пенсионеров и инвалидов ждут перемены. Речь идет о предложениях, которые выдвинули парламентарии Колымы на внеочередном общем собрании парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. Оно состоялось 22 июля и прошло в режиме видеоконференц-связи. В частности, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов озвучил предложение о внесении изменений в федеральный закон о страховых пенсиях по обязательной индексации пенсии работающих пенсионеров. Мы подготовили предложение в федеральный закон, чтобы индексация предусматривала всех пенсионеров. Для нас это очень важно, потому что на севере человек, если он живет и физически себя ощущает трудоспособным, он должен работать, он должен работать, приносить пользу. Безусловно, это люди, это профессионалы, профессионалы своей деятельности. И у нас очень много людей задействовано и в сфере малого и среднего бизнеса, пенсионера, и они тоже лишаются доплат. Это социально несправедливо. Кроме того, колымские парламентарии выдвинули предложение о внесении поправок, касаемых двукратного повышения фиксированной выплаты для северян, которым исполняется 75 лет, а не 80, как в центральных районах страны. Жители, проработавшие в районах Крайнего Севера, имеют право на повышенную пенсию, проработав 15 лет и при равных местностях 20 лет. И на 5 лет для жителей Крайнего Севера и при равных местностях снижен пенсионный возраст. А вот эти начисления, двойные, фиксированные начисления к страховой пенсии, они чувствительны для этой категории людей. Для совершенствования системы социальной защиты инвалидов депутаты Магаданской думы предлагают внести изменения и в организацию ухода за нетрудоспособными людьми. Колымские законотворцы считают, что работающим опекунам совершеннолетних детей-инвалидов нужно предоставить дополнительные оплачиваемые выходные, чтобы у них было больше возможностей для реабилитации детей и ухода за ними. В настоящий момент таких семей в регионе 130. Фактически ничего не изменяется для этих наших детей-инвалидов, когда они переходят в более старший возраст. То есть они остаются такими же детьми и даже, наверное, требования в уходе, они только увеличиваются. И, в общем-то, заботы у родителей, у опекунов остаются прежними. Поэтому я думаю, что это справедливо, чтобы в трудовом законодательстве была прописана такая норма. По итогу собрания свод инициатив дальневосточных регионов парламентская ассоциация направит в рабочие группы Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Субтитры создавал DimaTorzok